В середине августа 2017 года в центре Бишкека сотрудники управления патрульной милиции преследовали мотоцикл. Погоня закончилась трагедией. Сузуки на полной скорости врезался в легковой автомобиль. В итоге погибли мотоциклист и пассажир машины. Еще трое пострадали. Самое ужасное в этой истории то, что машина УПМ после столкновения скрылась с места происшествия и не стала оказывать какой-либо помощи. Среди пострадавших была Аделина Назарова, дочь легенды кыргызского бокса Орзубека Назарова. Она сидела позади мотоциклиста и чудом осталась жива. Позже служебное расследование показало, что погоня была необоснованной. Инспекторы Улан Султангазиев и Шукурумиров были не на своем участке. На милиционеров завели уголовное дело и в нем начали появляться новые обстоятельства. Султангазиев, который был за рулем, он остался в машине, а второй Умиров, он вышел с машины. Он вышел в машину, видно, это видео я сам предоставил следственным органам. Он вышел с машины, он пошел, он там гулял. И мы видим в это же время, как та машина работников МВД, она выезжает, ну и все остальное, нарушает правила, разворачивается и устраивает погоню. Получается, в машине был только один инспектор? Выходит, что так. Но по словам Назарова, он до последнего не признавал свою вину. Когда было последнее его слово, он говорил, что у меня не было машины. Сколько раз суды откладывались по объективным, субъективным причинам. Менялись адвокаты у подсудимых. Я терпеливо ждал, терпеливо ходил, терпеливо подстраивал свой график. У меня командировок много. График подстраивала под суды. Терпеливость все-таки принесла свои плоды. Рано или поздно наказание должно было последовать. Орзубек Назаров приговором остался доволен. Говорит, главная Аделина полностью восстановилась. Еще одно ДТП, получившее большую огласку, случилось ровно 10 месяцев назад. Тогда в аварии погибла миссис Мира Санья Шакирова. Она ехала с отдыха на Иссыкуле. На одном из поворотов в селе Чоктал автомобиль на скорости почти 200 км в час въехал в ограждение кладбища. Экспертиза показала, что водитель был пьян. Им оказался некий Чинглз Кондурбаев, ухажер девушки. Как позже выяснилось, после аварии он сбежал с места ДТП. Мужчину осудили на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Но позже срок сократили. Ну, они потом через два месяца дали на апелляцию. Это было 1 февраля. Рассматривал областной суд. Снизили на 5 лет. 5 лет сейчас колонные поселения дали. И 400 тысяч материальный ущерб. А вот компенсацию, по словам матери пострадавшей, Кондурбаев так и не выплатил. Ни рубля, он материальный ущерб, материальный ничего не заплатил фактически. Хотя он рассказывает, что платил что-то. Ну, такого не было ничего. Да, в обеих историях справедливость все-таки взяла верх. Но людей уже не вернуть. Аскар Насипкулов, Рамазан Сушанло, Рустем Раимбеков, телеканал «Апрель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова